Приветствую, друзья! Закончился интенсив «Шаг к победителю в МЛМ». И самое время подвести итоги и ответить на вопросы. Для чего мне это было нужно? Чему я научилась? И что дальше? Чем бы вы ни занимались, сколько бы вам ни было лет, чтобы не отстать от жизни, нужно овладевать новыми навыками, использовать актуальные идеи и современные технологии. Это хорошо известный факт. В интернете очень много предложений от различных коучей и тренеров, позиционирующих себя как гуру по различным направлениям интернет-бизнеса. И все они как один заявляют о своей исключительности. И что в итоге? Общие слова, однотипные тренинги и как результат разочарование в инфобизнесе. С командой спикеров Татьяны Макеевой, Натальей Хониной и Оксаной Муратовой все совсем по-другому. Это люди, которые дают качественное обучение и уникальную ценную информацию. Вся теория отрабатывается на практике. После интенсива появилось ощущение, что все пазлы сложились в одну картинку. И каждый из участников интенсива знает, какой дорогой ему двигаться, чтобы развивать свой бизнес. Лично для меня самым ценным приобретением было узнать, как получать заявки в бизнес с канала YouTube. Какие инструменты для бизнеса дает сегодня Instagram. И как важно быть финансово грамотным. Теперь я знаю секреты успешной работы со своей целевой аудиторией. Я знаю, как грамотно настроить свою страницу в Instagram и создать свой собственный канал на YouTube. А также, как правильно и грамотно провести Skype-консультацию. И у меня в итоге сложилась личная стратегия продвижения. И это еще не все. Тот объем материала, который нам давали всего за 7 дней, если бы я искала самостоятельно, я бы потратила не одну неделю. Самое главное, что весь материал давался четко, конкретно. И самое главное, что он подавался через призму личного и результативного опыта спикера. Я очень рада, что попала на этот интенсив. И обязательно буду стараться попадать еще на другие школы обучения. Спасибо организаторам Татьяне Макеевой, Наталье Ихониной и Оксане Муратовой за великолепный интенсив, поддержку и веру в нас. С благодарностью, Елизавета Чифонова.